Тюмень на один день стала бизнес-столицей. Во Дворце культуры «Нефтяник» прошел федеральный форум «Российское предпринимательство-2023. Окно возможностей». В этом году он объединил больше двух тысяч человек из 12 регионов страны, в том числе приехали перенять опыты делегации из нового субъекта. Спикеры рассказали о мерах поддержки для бизнеса, не только федеральных, но и региональных. Подробности у Юлии Никифоровой. Для них это настоящее окно возможностей. На федеральном форуме сотни предпринимателей со всей России. У каждого свои ожидания. Мне хотелось бы каким-то образом заявить о себе, пополнить какие-то знакомства, контакты наладить. Сейчас, на данный момент, мы вышли на один маркетплейс, это «Валберес». Конечно, в будущем планируем выйти на все маркетплейсы. Хотелось бы какие-то программы услышать, какие сейчас проходят в Тюмени, в Тюменской области. Столица региона принимает бизнес-форум уже в 17-й раз. Темы меняются в зависимости от трендов. В этот раз говорят в том числе о санкционном давлении. На первый взгляд, минус для многих присутствующих стал скорее плюсом. Подстраиваться под новые реалии научила еще пандемия. Тогда бизнесу пошли навстречу. Для малого и среднего предпринимательства снизили ставки по налогам. В результате только в 2022-м компаниям удалось сэкономить свыше 9 миллиардов рублей. И эту меру поддержки предлагают сохранить. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Мор. Гибкая настройка мер поддержки. Помимо традиционно действующих у нас налоговых льгот, традиционно действующих у нас форм поддержки промышленности в виде компенсации платежей по лизингу, в виде нашего промышленного кэшбэка, которым мы стимулируем нефтегазовые компании закупать продукцию у наших промышленников. Мы многое внимание обращали к развитию малого и среднего бизнеса. Мы декапитализировали наш фонд промышленности на 700 миллионов рублей. Мы приняли отдельные решения для того, чтобы можно было финансировать маленькие, небольшие проекты в муниципалитетах. И все это, как говорят, взлетело и полетело. Ставка на тюменские бренды. Туристические. В прошлом году регион посетили больше трех миллионов человек. В плана число гостей увеличить, в том числе благодаря господдержке. Кстати, помощь обещают не только предпринимателям тюменским, но и бизнесу на новых территориях нашей страны. Там сегодня предприниматели пытаются воспользоваться теми мерами поддержки, которые уже работают на территории Российской Федерации, учитывая, что они активно сегодня входят в наше правовое пространство. Но, конечно, опыта не хватает. Сегодня большая представительная делегация здесь, из Донецка. Я уверен, что состоится много контактов, и мы поможем в этом отношении. В этом году форум предпринимателей побил рекорды. Событие объединило больше двух тысяч человек, и, учитывая интерес, в следующем году участников будет еще больше. Юлия Никифорова, Максим Плюхин, Тюменская служба новостей.